14 мая в Хасавюрте во дворе педагогического колледжа прошла масштабная акция «Защитим родной язык». Главным инициатором мероприятия выступил депутат Народного собрания Республики Дагестан Якуб Умаханов с призывом ко всей общественности и молодежи всеми силами отстоять право на обязательное изучение родных языков в образовательных учреждениях города, республики и в целом страны. Подчеркнув, что как бы печально это ни звучало, на сегодняшний день увеличивается число людей, в частности среди подрастающего поколения, не знающих своего родного языка, культуру и традиции, чего нельзя допустить. Родной язык – это наше сокровище. Если мы потеряем свой язык, мы потеряем народ, потеряем культуру, потеряем историю, самобытность, наши нравы. Язык – это национальное достояние наше. Госдума внесет законопроект о добровольном изучении родных языков. Я не знаю, кто этим занимается и для чего им это нужно, но они не учитывают интересы региона России. Акцию в защиту родных языков поддержали руководители образовательных учреждений, студенты СУЗов и ВУЗа. Далее выступил заместитель начальника управления образования Марат Даибов. Обращаясь к молодежи, сказал, что защита и сохранение родного языка – это долг каждого. Если мы не будем знать свой родной язык, мы просто-напросто исчезнем, мы опозорим наше взрослое поколение. Мы сегодня все должны объединиться вокруг человека, который первый начал создавать эту инициативу, Якула Сагидпашевича, и поддержать данную инициативу, и везде выставлять свои реперсы, высказывания о том, что мы не согласны с тем вопросом, который поднимают сегодня, чтобы наш родной язык изучали по желанию. Каждый из нас должен знать свой родной язык, если он себя считает достойным дагестанцем, достойным гражданином Российской Федерации. Как подчеркнули все выступающие, сохранение родных языков на сегодняшний день – одна из главных задач. Сохраняя родной язык, человек сохраняет всю этническую культуру и традиции, многовековую историю предков. Завершающим этапом акции стал круглый стол, в котором приняли участие служащие администрации, работники отделов, ведомств и управлений. Обсуждению подлежали вопросы, касающиеся повышения престижа и изучения родных языков.